Всем привет! вы на канале все об excel сегодня я хотел показать вам еще одно из моих готовых решений это график отпусков в данном видео я не буду рассказывать о его построении а лишь покажу готовое решение которое вы сможете использовать для решения ваших задач если вы хотите самостоятельно построить подобный график отпусков то у меня на канале вы сможете найти плейлист построение графика отпусков в программе microsoft excel в которых я рассказывал более подробно о его построении интерфейс графика и его настройки представлены на листе график отпусков выпадающих списках вы можете с легкостью выбрать необходимый вам год на данный момент максимальный год это 2050 год но это не является ограничением чуть позже мы перейдем к листу настройки и вы посмотрите как легко можно менять данный параметр рядом с годом вы можете наблюдать второй выпадающий список с выбором месяца причем если у вас выбор месяца январь то вы увидите на графике абсолютно весь год начиная с января до последнего месяца декабря если вам необходимо изменить в ячейке месяц скажем давайте я поставлю месяц март то график перестроиться под выбранный месяц и также до конца выбранного года в ячейке год также у нас с вами есть возможность показать выходные дни на нашем графике и также праздничные дни точно так же вы можете с легкостью убрать либо праздничные дни либо выходные дни помимо настроек самого графика вы также сможете перейти в детализацию отпуска детализация представлена в виде месяца и количество сотрудников которые планируются идти в отпуск в тот или иной месяц очень удобно будет наблюдать такую статистику когда у вас будет более 20-30 сотрудников для проведения небольшого анализа и подготовки в те месяцы где количество сотрудников будет преимущественно больше чем остальные месяцы вернуться в график отпусков вы сможете кликнув по кнопке график отпусков на данном графике вы можете наблюдать графика отпусков на 20 сотрудников и строить данный график вы можете аж по пяти периодам для этого необходимо развернуть каждый период соответствующим плюсиком внизу есть подписи 3 период 4 и 5 период давайте открою все пять периодов и вы посмотрите что данный график отпусков можно будет строить по пяти интервалам отпуска давайте рассмотрим заполнение графика для этого вам нужно будет внести во-первых филу вашего сотрудника давайте скажем я внесу филу иванов далее вам необходимо будет заполнить дату начала отпуска сотрудника примера у меня это будет 1 марта 22 года и указать количество дней отпуска скажем 14 все остальное за вас делает сама программа то есть посчитает вам дату конца отпуска по сотруднику иванов и после внесения данных в график по первому интервалу отпуска провели вы сможете наблюдать не что иное как визуализацию отпуска по сотруднику иванов причем точно так же как и в предыдущих моих версиях графика отпусков все пересечения с другими сотрудниками подсвечивается вот такой вот красной заливкой синий же говорит об обратном что пересечении в эти дни нету давайте поэкспериментируем и скажем второму нашему сотруднику добавим в качестве четвертого интервала отпуска дату начала с пересечением нашего первого сотрудника иванов скажем я ему поставлю дата начала 10 марта 22 года а количество дней равное 5 получу дату конца отпуска и точно также на графике получу визуализацию отпуска второго сотрудника с 10 марта по 14 марта причем данный отпуск будет пересекаться с первым нашим с вами сотрудникам также немного хотелось сказать о формуле которая считает нам с вами дату окончании нашего отпуска формула подсчитывает дату окончания отпуска с учетом праздничных дней которые попадают в интервал отпускных дней и продлевает наш с вами отпуск на то количество дней сколько праздничных дней попала в данный интервал отпуска в качестве примера давайте рассмотрим отпуск нашего первого сотрудника иванов у которого дата начала была 1 марта а почему-то конец отпуска стал не 14 марта а 15 марта давайте включим наши праздничные дни и посмотрим что у нашего сотрудника отпуска в интервал его отпуска был один праздничный день это 8 марта поэтому формула нам с вами и выдала дату окончания отпуска по сотруднику иванов именно 15 марта то есть прибавила один выходной день здесь стоит не забывать что в стопсе дата конец представлена именно дата окончания отпуска но никак не дата выхода на работу то есть это именно дата окончания отпуска но как показывает уже моя практика также как наверняка и у многих из вас он будет рассчитываться по другому принципу в этом случае вам просто нужно будет указывать дату окончания отпуска вручную замени формулу назначения при таком способе не стоит забывать что если вы замените все формулы значениями то уже вернуться к исходному файлу вы не сможете не добавив формулу заново в ячейку давайте воспроизведем такую ситуацию представим что у нашего сотрудника иванов дата окончания отпуска рассчитывается по какому-то своему алгоритму который действует только в данной компании и предположим что у данного сотрудника помимо праздничных дней к отпуску также должны прибавляться еще и выходные дни давайте снова покажем выходные дни на нашем с вами графике и посмотрим что в данный интервал у нашего сотрудника помимо одного праздничного дня еще попадает и что иной как раз два три 4 выходных соответственно его отпуск должен продлиться еще на четыре дня тем самым с вами получим уже не что иной как дату выхода 19 марта но это снова выходной а сотрудник у нас не работает выходные соответственно мы ему еще продлеваем отпуск на 12 дня и уже выход на работу у него будет 21 марта но так как данный столбец показывает лишь дату конца нашего сами отпуска то нам необходимо указать ему дату конца 20 марта поэтому возвращаемся к нашему сотруднику и где у нас с вами и чей когда-то конец просто меняем нашу формулу значением 20 марта 22 года тем самым мы с вами получили уже интервал нашего отпуска с 1 марта по 20 марта давайте я выключу отображение праздничных дней и выходных дней и посмотрим полностью весь отпуск по данному сотруднику поэтому ситуации могут быть разные и у некоторых сотрудников отпуск может рассчитываться по какому-то другому алгоритму отличному от того который представлен в данном на графике но разумеется большинство компаний все-таки соблюдает тк рф и рассчитывает отпуск согласно законодательству но как же быть если вы заменили уже форму значениями а вам необходимо снова вернуться к стандартному расчету отпуска в этом нет беды для этого на листе настройки давайте я на него и перейду у нас с вами располагается формула для подсчета даты окончания отпуска причем аргументы то есть ссылки на ячейки выделены красным текстом с подписью какую ссылку вам необходимо поставить для этого вам необходимо будет выбрать ячейку скопировать из строки форму всю формулу до знака равенства апостас вы не копируете скопировали ее переходим на лист график отпусков и в необходимы нам сами ячейки где мы заменили формулу значением выделяем данную ячейку и снова в строке форму вставляем ранее скопированную формулу при этом не забываем изменить аргументы для данной формы во для этого наводим на первый текст ссылка на ячейку количества дней у нас нами функция пусто подсвечивает аргумент значения выделяемого и к weave значения ссылаемся на ячейку количества дней переходим ко второму аргументу это ссылка на ячейку дата начала отпуска у нас ами функций рап день между подсвечивает аргумент начальная дата выделяем его и ссылаемся на ячейку дата начала отпуска и переходим последний третьему аргументу эта ссылка на ячейку количество дней у нас с вами подсвечивается аргумент число дней выделяем его и ставим ссылку на ячейку число дней нажимаем с вами enter и готова наша сами формула была восстановлена вот такие вот простым действием также если мы с вами вернемся на лист настройки то сможем посмотреть что именно на этом листе и хранятся не что иное как наш вами значение по праздникам и наши годы давайте представим что прошло уже 30 лет и у нас именно 100 2051 год как же добавить данное значение в данный выпадающий список все очень просто возвращаемся на лист настройки и в нашей таблице год просто можем взять удалить все наши с вами уже прошедшие годы и поставить новый допустим 2051 год и давайте пропишем одну простую формулу к данному значению прибавим еще один год то есть единицу и останем вниз до конца нашего с вами исходных данных перейдем на график отпусков и уже получим не что иное как те года которые мы с вами указали давайте скажем выберем год 2052 и посмотрим что наш с вами график полностью перестроился на выбранный год причем визуализация отображения вы не увидите потому что на данный момент у нас не забиты данные по двадцать второму году есть мы сами их поменяем на 2052 год абсолютно также увидим наш с вами визуализацию по длительности отпуска тем самым мы с вами получаем что у нас не что иное как вечный график отпусков который будет работать в абсолютно любое время но как же быть с праздниками потому что если сейчас я выберу подсветку праздничных дней то я и на графике их также не увижу почему а давайте вернемся на наш мир из настройки и посмотрим что праздники также представлены виде дня и месяца и года и для корректного отображения праздников вам необходимо будет каждый год менять значение по году точно так же вы сюда можете добавлять свои собственные даты которые ваши компании являются нерабочими давайте скажем я возьму пока и заменю ради примера 2022 год на 2022 год для этого я могу просто выделить диапазон содержащий себе праздники и на вкладке главное выбрать команду найти или выделить далее выбираю команду заменить что я хочу заменить я хочу найти значение 2022 и хочу его заменить назначение 2052 нажимаю команду заменить все вот так просто мы с вами преобразовали наши праздники под уже наш текущий выбранный год причем моментально уже получили отображение по нашему с вами празднику и давайте еще раз подойдем ситуацию когда скажем в вашей компании могут быть какие-то дни официально не рабочими для этого возвращаемся в настройки и давайте скажем зададим ниже в нашей таблице дату 10 марта 2052 года как не рабочий день в нашей компании только мы с вами переходим на лист график отпусков то тут же замечаем по нашей визуализации по праздничным дням уже отображается на нашем с вами графики работ тут сразу хочу отметить следующее что таблица содержащие в себе праздники это не что иной как умная таблица который так и называется т.б. праздники поэтому если вам необходимо удалить какие-либо лишние даты из данной таблицы то для этого вам необходимо выбрать любую ячееку нажать правую клавишу мыши и выбрать команду удалить строку таблицы готова если вы еще не знакомы с таким инструментом когда-то ты был или умная таблица то у меня на канале вы также сможете найти небольшой видео урок которым я рассказываю как правильно работать с умными таблицами и в заключении данного урока я хотел бы еще рассказать как же все таки можно добавить новых сотрудников данный график отпусков потому что у кого-то это может быть 20 сотрудников а у кого-то это может быть 50 100 200 300 неважно поэтому у вас должен быть инструмент добавления новых строк данный график отпусков делается все это очень просто для этого давайте мы с вами откроем вкладку вид разумеется добавим заголовки к нашему листу и чтобы нам сами вставить новую строку в наш график отпусков нам необходимо с вами выбрать целиком предпоследнюю строку из текущих что здесь имеется ввиду если у нас они сейчас на данный момент заполнено лишь 20 строк а нам нужно добавить скажем еще пять строк до пяти сотрудников то мы с вами выбираем предпоследнюю всю строку идем на вкладку главное и выбираем команду ставить строки на лист раз вставили добавили одного сотрудника а нам нужно сами было 5 давайте проделаем эту операцию еще целых четыре раза и вот так вот просто мы с вами добавили на текущий график отпусков еще пять строк для новых сотрудников и уже сами почки 24 сотрудника при такой правильной вставке у вас не поедет ни одно правило условное форматирование которое используется в данном графике все ссылки на правила будут сохранены в необходимом вам порядке аналогично можно проделать операцию и с удалением ненужных строк для этого вы также выделяете и нужные вам строки целиком и выбираете команду на вкладке главный удалить удалить строки с листа при таком добавлении новых строк и удаление старых строк правила которые работают в условном форматировании никогда не поломаются это стоит не забывать но и разумеется вам может не нужно пять периодов отпуска а у вас стандартный классический отпуск на три периода поэтому вы можете взять скрыть ненужные вам периоды и наблюдать только те периоды отпуска которые вам необходимы ну вот на этом подошел такой небольшой урок презентации моего готового решения вечного графика отпусков по поводу приобретения данного графика вы сможете найти все инструкции в описании под данным видео всем удачи и до новых встреч